Ну, совершенно точно я могу сказать, что мужчина испытывает какие-то негативные чувства, вот. Такие чувства, как, например, там, к примеру, побавленное состояние и так далее. Вот, мужчина, возможно, чувствует потерянность, по крайней мере, это то, что я увидел. Вот, мужчина чувствует, возможно, депрессивное состояние. Что еще я мог бы сказать про мужчину, это то, что он достаточно сильно чувствует депрессивное состояние, ну, то есть, у него, по крайней мере, на данный момент, как бы, такое у него состояние. Что вот он чувствует себя безрадостно, невесело, вот. Возможно, его что-то окорчает, вот. Но, с другой стороны, я могу, опять же, по опыту сказать, что люди обычно, когда у них возникают проблемы, да, вот, они, как правило, не делятся своими чувствами. То есть, они не склонны выражать свои чувства, они не склонны делиться ими, вот. А если вам мужчина, как бы, присылает картинки, вот, то это либо человек, который склонен к, скажем так, гипертрофированному переживанию, да, гипертрофированным чувствам, либо это человек, который в какой-то степени пытается вами, ну, манипулировать. Да, то есть, он, вот, целенаправленно, возможно, целенаправленно пытается, значит, как-то вызвать у вас определенные чувства уже к себе, вот. Чтобы вы соответствующим образом отреагировали как-то на него. Вот, по крайней мере, в интернете манипуляции с картинками, они довольно часто именно к этому и, в общем-то, приводят. Вот. Так что, я думаю, что вот здесь вот такая история и именно так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Я бы рекомендовал вам за неимением информации, которая подтверждала бы обратно, да, вот, я рекомендовал бы вам делить эти все чувства, которые сейчас вам демонстрирует мужчина, на два. Вот. Я бы рекомендовал вам, по крайней мере, делать бы именно это. Вы, конечно, можете поступать сами, так как считаете нужным, это, безусловно, ваше право. Но, я, конечно, со своей стороны, да, исходя из своей практики, рекомендую вам именно это. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok